Три спаса для души. Второй спас в череде августовских праздников, посвященных спасителю после Медового – Яблочный. Так в народе именуют преображение Господне. Его православные верующие отмечали в среду 19 августа. В этот день христиане приходили в храмы на божественные литургии с яблоками, грушами и виноградом. После праздничных богослужений в церквях совершили чин освящения плодов. Один из важнейших христианских праздников связан с описанным в Евангелии событием на горе Фавор, где преобразился Иисус Христос. Церковь сегодня призывает ко внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. Иисус незадолго до своих страданий поднялся вместе с тремя ближайшими учениками – Яковом, Иоанном и Петром – на Фавор молиться. Там он предстал перед ними преображенным, чтобы показать свою божественную сущность. Говорится, что лицо его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, словно свет. Это говорило о том, что Господь показал им свою божественную славу. Но эту славу он показал настолько, насколько человек может ее вместить, увидеть. Потому что, конечно же, во всей полноте увидеть Бога невозможно. Не зря в Ветхом Завете сказано, что невозможно увидеть Бога и остаться живым. Но, конечно, слава эта была показана ученикам именно для того, чтобы они… Потому что приближалось время страданий Христа. И вот накануне этого события Петр впервые назвал Христа сыном Бога Живаго, то есть Мессией. Праздник преображения Господня приоткрывает тайну благодарения, учит быть благодарным Богу, потому что без него и урожай сложно собрать. Это такая традиция, которая пришла из Ветхого Завета. С древних времен люди приносили плоды рук своих и просили благословения. Однако это торжество не про освящение фруктов. Главное – задуматься о своем личном преображении. Потому что ведь Господь показал нам пример. Мы все должны за эту жизнь преобразиться, стать чище, светлее, особенно сердцем своим. И к этому приводит только внутренняя работа над собой. То есть покаяние. Покаяние – не просто назвать свои грехи, а изменить свою жизнь, свой образ жизни, свои мысли даже изменить по отношению к тому, как я раньше жил и что я должен дальше сделать, чтобы приблизиться к этому божественному свету. Но вот зачастую внешние, вот эти какие-то даже полумагические формы заменяют внутреннюю суть этого праздника. Отмечая преображение Господне, православные верующие празднуют будущее преображения, что непременно совершится в вечности. Оно показывает то новое благодатное состояние человека, которое становится возможным благодаря воскресению Спасителя. Мы должны понимать, что принося яблоки, виноград или другие какие-то фрукты, которые созревают к этому времени, мы не делаем эти фрукты святыми. То есть они не обладают какой-то сверхъестественной силой и способностью. В древности, это еще в Ветхом Завете, христиане переняли этот обычай от ветхозаветных иудеев. Люди, когда созревал любой урожай, будь то зерновых, будь то каких-то плодов, они начатки, то есть первые плоды, самые лучшие, самые красивые приносили Богу. Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах, после чего священнослужители совершили чиносвящение плодов. Субтитры создавал DimaTorzok